Будем сейчас обсуждать, что там в Киеве. У нас сегодня другие темы для обсуждений. И мы начнем на этой неделе говорить на тему жертв. Жертв, какие они бывают, что такое искупление, и как мы воспринимаем эти слова, как воспринимают эти слова, в общем-то, евреи, как они воспринимались раньше, что это значит. Ну, вроде бы, как бы слова абсолютно понятные. Вот смысл, какой мы в них вкладываем. Ну, к примеру, вы достаточно часто, я думаю, пользуетесь словом «спасение». Вы знаете, в общем-то, что в Писании оно встречается достаточно много раз. «И там, и там». Это где «и там, и там», извините. Ну, я думаю, что в Танахе оно тоже каким-то образом встречается. Вот Бог спасение мое. Да, оказывается, есть, да? Есть слово «спасение». И у меня будет к вам вопрос. Какой смысл слова «спасение» вкладываете вы? Единственный смысл Спасение, да А как вы воспринимаете слово Спасение народа Израиля Ну, первое спасение, которое было Это очевидный исход из Египта И очевидно, когда Израиль Воспоминает о спасении Он воспринимает это Так же, как Тогда было в Египте Приход Мессии Это освобождение От некоторого рабства Да В котором они находятся Восстановление царства Израиля Или я как-то не так Что еще? Оооо Исцеление Что еще? Материальное благословение Да, смотрите, как интересно И это все воспринимается в аспекте спасения Когда мы говорим о спасении У нас совсем другие Акценты Я понятно говорю? Просто поразмышляйте На тему разницы В понимании спасения Которое используют евреи И разница, которую В общем-то понимаем мы В этих же словах И может быть мы что-то Упускаем из этого Может быть А может они что-то потеряли И не увидели Вы знаете Больше вопросов Если мы успеем задать То вы получите больше ответов Ну если будете пытаться Ответить на вопросы Я же не буду за вас этого делать Теперь мы поговорим Немного о жертве Скажите мне, пожалуйста Как вы воспринимаете слово жертва? Отдать то, чего жалко Согласен Еще какие варианты? Например Есть некоторые смысловые понятия К которым бы я хотел вас Обратить Первое К примеру Вы достойные люди? Ну давайте быстро Да нет, да нет Ну прошли Мы уже знаем все это Спасибо Нет, окей Не стесняйтесь Да нет, это не важно Как вы отверстили Нет, окей Нет, хорошо Отлично А я думал, что вы достойные люди На основании того, что Бог дал вам Право называться и быть Его А вы считаете, что вы недостойные Бог наделил вас достоинством? Да А так вы достойные люди? А теперь да А я вас спрашивал когда-то В прошлом Нет А я же не уточнял ничего Я просто спросил Вы достойные люди? Или нет? Вы сказали в большинстве своем Нет А на самом деле Бог наделил вас Определенным достоинством Если бы я спросил Достойны ли вы Этого достоинства? Понятно, нет Но достойны ли вы Во Христе? Понятно, да Почему? Потому что Он наделил вас Достоинством Власть в том числе Входит в слово достоинство Не вопрос Тогда появляется Нечто Чем вас наделяют То есть тот, кто наделяет Есть вы А есть тот, кто Наделяет вас Чем-то Это понятно, да? Здесь есть две стороны Это понятно? Есть те Кого наделяет И тот, кто И тот, кто Имеет Власть наделять И поэтому Вы недостойны Потому что Все согрешили И лишены Славы Божьей Нет праведного Ни одного Да, вы недостойны Но Он вам Дал власть Называться И быть его детьми Это достоинство? Ну, быть Детьми Царя Царей Господа Господствующих В этом есть определенное Достоинство? И вы Должны А? Еще какое? Да Поэтому вы сказали Потому что вы недостойны Я Я вам расскажу Одну такую вещь Я с ней встречаюсь Очень часто Если вы поймаете Человека Неверующего Попробуйте ему Объяснить Что он грешник Да Если вы поймаете Праведного христианина То он быстро Согласится Что он грешник Есть Вы были бы с Христа Ну да Извините меня Недостойны Теперь во Христе Вы стали достойным И вы говорите Не, не, не Мы недостойны Понятно, да? То есть Есть тот Кто Наделяет достоинством И есть те Кто принимает Это достоинство Поэтому Вы приняли достоинство Ходите в нем Носите его Будьте В общем-то Соответствующими Этому достоинству Понятно, да? Помните о том Что Бог Наделил вас Достоинством Будьте Достойны Хотя По сути Понятно Ясно, да? Второй момент Верность Вы верны себе? Спасибо Себе, да Вы верны себе? Не всегда Ну, можно Да, нет Так будет проще Хорошо Больше да Чем нет Не слушайте Чужих подсказок Они могут быть Неправильны Не стес Отлично Все большое спасибо Отлично Верность Самому себе Это глупость Еще раз Верность Самому себе Это глупость Потому что Верным Можно быть Только по отношению К кому-то Не надо Мне подсказывать Надо слушать Кому-то Я прошу прощения Колечко у вас есть? Да Вы должны быть Кому верны? Жене А вы говорите Богу Хорошо Не надо быть Верным жене? Не надо А, оказывается Еще кому-то Может применяться Слово верность Не только По отношению К Богу К другу Пожалуйста Будьте верны Дружбе Будьте верны Общения Ну, понятно, да? То есть верность Рассматривается По отношению К кому-то А быть верным По отношению К самому себе То есть знать Что я не прав И оставаться Неправым Ну, подождите Но я же должен Быть верным Самому себе Поэтому я буду Оставаться верным Своей неправоте По отношению К себе Это глупо Да Поэтому нужно Быть верным По отношению К К кому-то Достоинство Нам кто-то Дает Мы верны По отношению К кому-то И жертву Предусматривают Наличие Двух сторон Тот, кто Дает И тот, кто Принимает Когда вы Начали мне Отвечать на вопрос Жертвы Вы рассматривали Жертву С двух сторон Или с одной С двух Я не услышал Просто Наверное Я не внимательно Слушал Вы говорили Только о том Что вы Чего-то Лишаетесь Вот Теперь все Правильно Вот теперь Становятся В свои места То есть Оказывается Жертва Когда вы Лишаете Себя Чего-либо Отдавая Это Кому-то Тогда Это жертва Не просто Вы лишились Чего-то Но вы Лишились Для Кого-то Или Для Чего-то Жертва Предусматривает Добровольный Отказ От Своей Собственности Лучше Вам не Приносить В жертву То, что Вам не Принадлежит Понятно, да? То есть То, что Вам не Принадлежит Не стоит Принадлежить В жертву Потому что Те, кому Это Принадлежит Могут Обидеться Даже Если Вы Объясните Что Вы Затем В жертву Зла Хорошее Дело Могут Обидеться Ну Это Не обязательно Безусловно Расставание С чем-то Да? Может Ли Это Быть Отказ От Каких-то Что Люблю Люблю Уважаю Уважаю Вы же не знаете С чем Вы еще Согласились Зачем Вам Это Какие Вы Поспешные Итак Это может Быть Отречение От своих Выгод Жертву Да Вы можете Отказаться От выгодной Сделки Это Жертва А? Окей Я понял С кем Я имею Дело Это Глупо Вы Сказали Да? Хорошо Я Так Понимал У вас Рекламный Бизнес Нет Не имели Никогда Отношения К рекламному Бизнесу Ну Представим Что Вы имеете Отношение К рекламному Бизнесу Может быть Такой Теоретически Окей И вот Вам Предлагают Очень Выгодную Сделку По рекламе Порнографической Продукции Как это Несерьезно Подождите Почему Это Вам Заплатят Денег Больших И хороших Это Ваш Бизнес Вы Рекламируете Ну Просто Приходит Человек Который Просит Вас Рекламировать То Что Не Соответствует Вашим Принципам Так Это Глупость Это Это Жертва Теперь Это Жертва Ну Это Мудрая Жертва Конечно Но Это Жертва Вы Лишаете Себя Чего-то Вы Лишаете Себя Сделки Которая Принесла Вам Денег И Многие Люди В общем-то Этого Не Сделают Они Согласятся И В общем-то У них Не Особых Проблем Нет Они Заработают День Да Но Вы Поскольку Вы Являетесь Верующим Человеком Вы Идете На Определенную Жертву Отказ От Денег Ради Ваших Принципов Ну Которые Вы Подчеркнули К примеру Читая Писание Понятно Да О чем Идет Речь То Есть Отказ От Каких То Выгод Это Тоже Может Являться Жертвой Это Не Только Тогда Когда Вы Достаете Из Кармана Но В данном Случа Несовершенная Сделка Может Считаться Тоже Вашей Жертвой Отказ От Каких То Развлечений Да Но Это Большая Жертва Понятно Да То Жертвы Могут Быть Разного Вида Некоторые Пожертвовали Сказали Не Буду Есть Белого Хлеба А Это Читайте Писание Был человек Который Вошел В пост Когда Он Ел Белого Хлеба И Это Была Жертва Ну Такой Пост Пост Это Жертва Да Ну Лишь Бы Пост Был Правильный Потому Потому Что Были Некоторые Парни Которые Закляли Себе Не Кушать Пока Не Заражив Ну Так Что Пост Не Всегда Пост Еще раз Пост Не Всегда Хорошая Жертва Если Мотив Поста Неправильный Поэтому Жертва Она Угодная Богу Тогда Когда У нее Правильные Мотивы Здесь Еще Немножко Дальше Жертва Это То Чего Вы Лишаетесь Безвозвратно А это Что Значит Вы Потеряли Свое Время И Вы Уже Не Вернете Дальше Еще раз Жертва Это То Чего Вы Лишаетесь Безвозвратно Вы Не Можете Это Вернуть Сказали Все Уже Слово Не Воробей Вылетел Сами Понимаете Не Поймаю Ну Опять Сказали Все Труба Уже Забрать Слова Не Получится Еще Раз Жертва Это То Что Вы Теряете И Не Можете Вернуть Я Понял Хорошо Отлично Скажите Мне Пожалуйста Если Вы Знаете Анекдот Когда Один Мужик Приходит К Воротам Рая А Его Не Пускают Так Вот Если Вы Не Собираете Так Что Вам Потом Деньги Вернут Так Вот Вы Деньги Пожертвовали А Там Их Не Вернут Я Надеюсь Не Вернут Да Нет Все Тогда Когда Вы Их Ложите Плачьте Вы Собираете Только Вам Их Не Вернут То 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 Вы Потеряли И Там Никто Вам Деньгами Вас Давать Не Будет То То Вы Собираете Себя Но Нечто Другое Сокровище На Небеса А Здесь Вы Расстались С этим Отошли В сторонку Поплакали Потом Подошли К корзине Положили И все Больше Вы их Не Увидите Жертва Это То С чем Вы Расстаетесь Навсегда Все Попрощались И забыли Понятно Да Смысл Понятен Потому Что Если Вы Пожертвовали Так Что Вы Сегодня Положили Завтра Пришли Забрали Будет Ли Извините Будет Эта Жертва Зачет Или Нет Итак То Что Вы Даете Нищим Является Жертвой Ну О чем Мы Тогда Говорим Мы Должны Разговариваться Я Про Жертву А Вы Говорите Все Отлично Тогда Мы Не Об Одном И Том Потому Что Когда Вам Это Вернули Да Еще С Процентами На Жертву Не Похоже А Мы Говорим Что Жертва Это Когда Вы Отдали И Уже Все Изя Все Ой Понятно Да Вот Тогда Это Жертва А Если Вы Сегодня Дали А Завтра Бог Вам Воздал То Где Жертва Извините Меня Еще Раз Смысл Жертвы То С чем Вы Расстаетесь Без Возвратно Ушло И Нет Его Окей Скажите Мне Пожалуйста Меня Просто Интересует Простая вещь Вы Жертвуете В церкви Отлично Вам За Это Воздаяние Полагается Так он Уже Отдал Значит Вам Надо Отдавать Больше Друг Мой Тогда Начнется Процесс Жертвы Если Вы Отдаете И В этом Не Чувствуете Ущерба Отдавать Больше Что Не Написано Жертва Я Был В Одной Общине Через Некоторое Время А я Тому Чил О Пожертвовании Через Некоторое Время Я Туда Вернулся Я Говорю У 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 Аккуратнее Пожалуйста То Если Сейчас Мы Выясним Что Вы Еще В Церкви Не Жертвуете Оказывается Подождите Стоп Я Прошу Прощения Это Ж Не Жертва Вы Что Объяснили Вот Вы Правильное Направление Думаете Она Пожертвовала Больше Остальных А Еще Она Больше О Как Все Запущено Понимаете Вы Догадались Уже Правильно Это Уже Это Налог Это Не Типа Такого Нужно Понимать Что Когда Бог Давал Закон Этот Закон Был Законом Государства Ну Моисеевы Закон Который Был Получен На Гре Синай А потом Где Кстати Еще Где-то Давали Моисеевы Закон Кроме Гре Синай Где Я Спросил А Несколько Да Хорошо Вы Помните Вы Уже Прошли Уже Нормально На Равнинах Мало Ничего Не Происходило Я Понял А ну Откройте Мне Второзаконие По-моему 31 А там С первого Дальше Нет Тогда 29 Второй Завет Заключался Где Моовицкая Числа Откройте Последний угол Последние Стихи Да Ну Вы Про пустыню Что-то Говорили Просто Похоже Это было На пустыню Я понял Хорошо Ну ладно Я так просто к слову Про зачет Не зачет Хорошо А потом Где это все происходило Ну да Я имею ввиду 24-ю главу Книги Иисуса Навина Или 25-ю В схеме Я про это Ну да Скинии Там про скинии Или про камень Что-то И было Да Конечно А у них А у них вообще Вы знаете От той горы Постоянно Была скиния Когда они Отвалили от горы Сина У них постоянно Скиния Там за ними ходила Они ее периодически Ставили в разных местах То есть они Больше никуда С собой не носили Да Но они же Ее за собой носили То есть они Оставляли ее И ушли И ушли Они от Харива Поставили Под Харивом И ушли Я понял А до этого Что было Спасибо Хорошо До этого Носили До этого Носили Хорошо Я просто Хотел выяснить Что до этого Они ее носили За собой А когда уже Пошли воевать Там уже Другая тема была Но пока Они уходили По пустыне Они ее Носили Отлично Итак Что меня интересует Жертва То что мы Отдаем Добровольно Чего-то Лишаем себя И лишаем Безвозвратно Понятно То есть Если вы Сегодня Отказались От сделки Завтра Заключили Это не Жертва То есть Жертва Это когда Вы потеряли Что-то Для себя Навсегда В смысле Ну Порнографию Надеюсь Вы потеряли Навсегда Спасибо Вот это Меня Интересовало То есть Вы чего-то Лишились Итак Еще Жертва Воспринимается Как добровольный Или вынужденный Отказ Иногда Ваша Жертва Может быть Недобровольной Это когда Нет Еще раз Она может быть Добровольной Может быть Недобровольной Но она При этом Будет Жертва Послушайте Я знаю Что доброходно Дающего Любит Бог Я Вам Объясняю Смысл Слова Жертва Не важно Какая она Это Жертва Добровольный Или вынужденный Отказ От имущества Прав Привилений Ради Достижения Поставленной Цели Или получения Выгод В будущем Да Это Принемение Жертвы Добровольный Или вынужденный Отказ От имущества Прав Привилений Ради Достижения Поставленных Целей Или Полученных получения выгод в будущем. Вы невнимательно слушали. Первое я говорил, добровольный отказ от чего-нибудь в чью-нибудь пользу. В чью-то пользу. Мы говорили о том, что это всегда в чью-то пользу. Я разве сказал, что это в пользу Бога? Нет. Это вы так решили. И вы все время смотрите на тему жертвы только в преломлении по отношению к Богу. А это, не, извините меня. Это же не всегда так. Напоминаю, если вы забыли, я вам подскажу. Смотрите сюда. А ради жены ничего? Что вы смотрите по сторонам? Думаешь, где-то спряталось, да? Услышит или нет? Ты смиряй, смиряй. А вы запишите, пожалуйста, ответ. Мы потом знаем, кому показать. Ну, хорошо. Вы живете ради него с ней, а ей что-то святого есть? Вы ей что-то жертвуете? Это для него не жертва. Хорошо, познакомьте меня с женой. Я не сказал, что жена – это жертва. Я вам показал, я вам показал, что есть люди, ради которых мы готовы на что? На жертву. Это плохо. Познакомьте меня с женой. Она вас подготовит после нашего общения на жертву. Послушайте, это плохо. Если вы не готовы ради жены, ради близких, родителей, друзей, если вы не готовы на жертву, это плохо. Это нехорошо. Это нормально. На сегодняшний день мы знаем, что люди стоят на Майдане. Это жертва. Послушайте, это для вас является глупостью. Я даже спорить не буду с вами. Но я понимаю, что люди жертвуют. Они стоят на холоде. Они жертвуют. Они жертвуют. Неважно, умно это или нет. Я прошу прощения. Вы не поверите. Все из ваших друзей знают, что вы деньги даете в церковь. Все считают, что вы поступаете умно. Нет. Видите? Но тем не менее, вы что делаете? Продолжайте жертвовать. Неважно, что кто-то думает о том, что вы делаете. Вы так, извините меня, делаете, я надеюсь. Люди тоже что-то делают, но они жертвуют ради других идеалов, ради других принципов. Кто-то жертвует ради своих родных, детей. людей. Что-то люди делают, а не жертвуют. Моя задача донести до вас простую мысль, что это делается ради кого-то. Жертва не всегда преломляется только к Богу. Мы можем жертвовать. Люди вон стоят и жертвуют. И я вам точно скажу, я не думаю, что они это делают для Бога. Ну, я так не думаю. Вот. Большое спасибо. Большое спасибо. Еще раз. Вы не услышали в пользу кого-то, но не в пользу себя. То есть это не действие, направленное к Богу. окей, тогда появляется что-то для кого-то. Когда вы отказываетесь от еды ради Бога, это называется пост. Это называется жертва. И тогда мы говорим, Бог, обрати внимание, пожалуйста, и помоги мне. И дальше уже идет текст, которого вы говорите. Но вы обращаетесь к кому? К самому себе? вы что-то делаете, вы себя лишаете для того, чтобы показать ему, что вам это нужно. Но обращаетесь вы к кому? когда мы говорим о жертве, всегда предусматриваются две стороны. Если вы жертвуете самому себе, извините, жертву не потянет. Понятно, да? Ну что? Пожалуйста. Ничего не имею против. Итак, добровольный или вынужденный отказ от имущества, прав, привилегий ради достижения поставленных целей или получения выгоды в будущем. Итак, приносимый в дар божеству предмет или животное. Приносимый в дар божеству предмет или животное тоже называются жертвами. Понятно, да? Понятие бесценность или незначительность неприменимо к понятию жертвы. Что делать? Понятно, да? Жертва всегда несет убыток даятелю. Другими словами, тот, кто приносит жертву, всегда лишается чего-либо, что является для него ценным. Дальше. Жертва всегда привлекает внимание. внимание. Опять, все достаточно просто. Мы видим людей на Майдане. Привлекает внимание. Почему? Жертвует чем-то. Вы ходите в церковь. Люди знают о том, что вы отдаете деньги. привлекает внимание? Не привлекает. Что, не привлекает, что вы отдаете деньги? Для них это не привлекает. Они начнут думать, что делать? Да, у жертвы есть еще одна способность. Она не оставляет равнодушными. Они могут раздражать, удивляться, восхищаться, возмущаться, вызывать интерес. Потому что люди понимают, вы чего-то лишились ради чего-то, чего они могут просто не понимать. И тогда они задают вопрос, ребята, а зачем вы это делаете? Уже нормально. Могут это задавать, говорить не в виде вопроса, виде утверждения. Говорят, вы ненормальны. Я смотрел некоторые фрагменты из того, что там происходит, и мне интересно было, знаете, там репортеры подходят и спрашивают людей, которые там на одном Майдане. Они достаточно просто говорят, я вышел сюда ради своих детей, ради своего будущего, страны, какие-то тексты. У других спрашивают, а вы что сюда пришли? Ну, а чтобы было хорошо всем. Ну, типа, за мир во всем мире. И у меня вопрос, кто из них принес жертву? Первый. А вторые получили за это деньги. Похоже это на жертву? Нет. То есть разница есть. В поведении людей есть определенная разница. И жертва это то, что не оставляет, как правило, людей равнодушными. Причем для вас это может и не являться жертвой, а для этих людей то, что вы делаете, будет являться жертвой. И не будет удивляться, почему вы это делаете. понятно, да? Отлично. Итак, жертва это то, что привлекает к себе внимание. То, что является центром каких-то событий. То есть происходит некоторая вещь. Вы чего-то лишаетесь, да? Ну, условно скажем, не важно, я не имею в виду деньги, я имею в виду какую-то ценность. И эту ценность я обозначу знаком доллара. Вы лишаетесь. Другой человек, глядя на это, что он видит? что он видит? Где фокус его внимания? На жертве, отлично, да. А ваш фокус, он находится за пределами этого. Понятно, что я сказал? вы жертвуете для какой-то цели, да, для кого-то. И вы лишаетесь этого, и это то, что вы теряете, да, для вас имеет ценность, но не имеет конечной цели. То есть лишение это не конечная цель. Конечная цель достижения чего-то, какой-то цели. не цель потерять деньги или ограничить себя в чем-то. Это не цель. Это жертва. Послушайте, я умышленно, поверьте мне, я умышленно, умышленно не употребляю слово Бог, Творец, Всевышний. Я умышленно это делаю, поверьте. И я могу рассказать историю. Когда я в прошлый раз в одном месте читал тему жертв и начал давать характеристики языческих жертв, языческих, те, которых принесли язычники. Вы хотите попасть в нее, чтобы вас толку не сбить? не будем, не? Хорошо. Поэтому давайте нейтрально понимать, о чем идет речь. Я понимаю, что можно облечь все в правильную форму, но моя задача вам донести некую мысль. первая мысль была в том, что вы лишаетесь чего-то ради кого-то, чего-то, то есть это не вопрос просто расстаться с деньгами. И когда вы расстались, смахнули под солба и сказали, все, я расстался, цель достигнута, ура, ради этого вы идете на жертву. Но что привлекает внешних? То, что вас уже не интересует. На самом деле то, с чем вы расстаетесь, вы расстаетесь, и оно вас уже не интересует. Вы уже внутри себя, когда решились на этот шаг, вы уже попрощались с этим. Вам это интересно? Это уже то, что вы потеряли для себя. или что держите? Еще раз, когда вы приняли решение не жертвовать деньги, а просто их отдать в церковь, они для вас существуют или их уже нету? Нету? Ну, я бы это, ну, пока донесете, но когда вы их несете, вы уже все равно понимаете, что это не ваше. Вы уже их потеряли для себя. Ну, вы используете другой термин. Вы их отдали уже. Окей. То есть для вас уже это не является чем-то, но для внешнего наблюдателя их привлекает вот это или само действие. И они за этим действием не видят. И поэтому вас и спрашивают, слушайте, чего вы занимаетесь? они же не видят ваших взаимоотношений с Богом, они не видят вашего посвящения, они не видят многих вещей, но они видят то, что вы отдаете деньги. То, что для вас по сути не является даже жертвой, для них является огромной жертвой, потому что отказ от денег это бред с их стороны, это уже огромная жертва. Понятно, да? Это их привлекает, а этого они не видят. И когда они задают вопрос, они хотят на самом деле узнать вот про это. Понятно, да? То есть для чего вы это делаете? Они не понимают и задают вопрос, для чего вы это делаете? Людям на Майдане тоже приходят и задают вопрос, ребята, вы для чего здесь стоите? Мы видим, что вы что-то чувствуете чем-то, стоять в холод ночью здесь. Это ненормально. Для чего? И они должны объяснять для чего. Понятно, да? Изначально людей не привлекает вот это. Людей привлекает это, и они пытаются понимать, для чего вы это делаете. Понятно, да? когда человек, который рядом с вами делает то же самое, его не удивляет то, что вы делаете. Его не восторгает, его не раздражает, он с вами в одной упряжке, он делает то же самое. Нет, он делает то же самое, значит, он вас понимает. еще больше его восторгает, если не делаем здесь. Его? Меня точно не восторгает, что вы делаете. Послушайте, ну, мы отдаем это, что вы должны. Какой восторг? разный вещь с жертвой. А постерение тут случилось. Нет, нет, просто разный жертвой. Хорошо, окей. Вы же понимаете, что я тоже что-то жертвую? Да, да. Но такие с вами одинаковые жертвы. Я точно с вами не одинаковые жертвую? Правильно. К примеру, я сейчас стою и жертвую. Я вот сейчас вот, видите, я здесь стою, я жертвую. Тем не менее, это не отменяет слово жертву. Вы не поверите, я потерял кучу времени. Я приехал сюда, у меня там дела, у меня там жена у меня в соседней комнате. девчонки. Жена на молитве за Израиль, она всегда выбирает какую-нибудь молитву, вместо того, чтобы слушать меня. Меня она дома послушает. Поэтому она когда узнала, что молитва за Израиль, она решила меня оставить одного. Я тоже жертву. То есть мы можем жертвовать абсолютно по-разному. Абсолютно по-разному. И некоторые люди спрашивают меня, ну чем ты занимаешься сужением? Зачем это тебе надо? Люди меня не понимают. Люди не понимают натурально, для чего я это делаю. Понятно, что у меня есть цель. Понятно, у меня есть цель. Я хочу получить награду. Зиньки. Вы меня понимаете. Для себя. В конечном итоге для себя. Ну награду же я понимаю. Да, конечно, правда, когда кто-то приносит стакан воды, я понимаю, что награда уже ушла. А? Да не, ушла, все, он получит все, кто принес. Итак, шучу. Понятно? Эта картинка понятна? Она очень важна для понимания жертвы и восприятия ваших жертв другими людьми. Что вы не должны быть сосредоточены на этом. Вы сосредоточены на этом. И когда вы сосредоточены на этом, это уже перестает быть ценным для вас. Все, что вы жертвуете, этим вы показываете, что есть нечто более ценное, чего вы желаете, чем то, с чем вы расстаетесь. И поэтому вы говорите, слушай, да это не жертва. Нет, для начала это определенная ценность или нет. А если это определенная ценность, это определенная жертва. Потому что если бы вы туда положили 3 копейки, то, чем вам было бы нижать, ну, если вы вдова, то понятно, все нормально. Но если вы зарабатываете приличные деньги, и при этом жертвуете копеек 15, ну, или гривну, то жертву это. Потому что мы говорим, что-то незначительное по сути не может являться жертвой. Если вы вдова и ваши последние две лепты, о, да, окей, размер не имеет значения, потому что вы отдаете все дневное пропитание. И размер здесь не имеет значения, потому что эти две лепты, они по сути огромные по размеру для этого человека. Но если вы расстаетесь с тем, что малоценны для вас, то это не является жертвой. Понятно, да? За этим отправимся на первый рыв.